Крещенская купель в Рязани в этом году, равно как и в предыдущем, была вырублена во льду Орехового озера. Правда, на сей раз Иордань имела прямоугольную форму, возможно, из-за практических соображений и проделать легче, да и выходить гражданам способнее. Накануне ледяных купаний в Крещенскую ночь спасатели и врачи через средства массовой информации особо предупредили граждан, которые привыкли взбадривать себя перед любым, тем более экстремальным действом и зарядной долей алкоголя. Выпивка и ныряние в январскую воду – вещи несовместимы. Их сочетание способствует предельному переохлаждению организма. Не советовали погружаться в купель и сердечникам, а также гипертоникам и чрезвычайно тучным гражданам. Такие, если и были на Орешке в ночь на 19-е, то стояли на льду в качестве зрителей. Купались верующие, крепкие и не пьющие. Чин освещения воды совершил на Иордане и Ерей Павел Коньков. Что касается дисциплины, то граждане вели себя хорошо. И не только во время купаний, но и при проведении других крещенских торжеств. И за святой водой в очередях стояли культурно и около храмов не пьянствовали. По данным полиции, для обеспечения порядка и безопасности рязанцев во время проведения ночных крещенских служб и купаний было задействовано 1200 полицейских, а также дружинники и казачьи патрули. Происшествий не было, нарушений не допущено. Что касается самих купальщиков, то они, едва растеревшись полотенцами, благосклонно отзывались об организаторах священных купаний. В зоне моментальной доступности от ледяной проруби были установлены обогреваемые палатки-раздевалки, банька, здесь раздавали горячий чай. А спасатели, казалось, прямо отлавливали тех, кого, по их разумению, надо было срочно отогреть. Но таких болезненных на орешке в крещенскую ночь, слава богу, не было.